Останки рязанского красноармейца вернулись на историческую родину. Речь идет о Гаврииле Лукьянове. Его призвали в 42-м году Спасским районным комиссариатом. Наш земляк воевал в составе роты противотанковых ружей легендарного 252-го стрелкового полка 70-й стрелковой дивизии. Погиб, не прослужив и года. В сентябре 42-го его рота входила в ударную группу Невской оперативной группы по форсированию реки Невы. В 3 часа 30 минут утра под прикрытием дымовых завес дивизия переправилась через реку в районе Невской Дубровки, таким образом вновь создав Невский пятачок. Пал, выполняя свой служебный долг на берегах Невы при прорыве блокады Ленинграда. Это был Невский пятачок. Это была суровая битва, которая оказалась последним для Гавриила Ильича. В этом бою Лукьянов получил смертельное ранение в грудь и с ноября 42-го числился пропавшим без вести. Его останки обнаружили спустя почти 80 лет в окрестностях как раз этого самого Невского пятачка. При бойце обнаружили гильзу с бумажным вкладышем, по которому его и опознали. Наконец-то боец вернулся домой. Низкий поклон поисковикам, которые проводят огромную работу для того, чтобы родные обрели покой, когда нашли останки их близкого родственника. Нет России семьи иной, где не памятен свой гологерой. Сама церемония перезахоронения останков прошла на территории кладбища города Спаск-Рязанский Рязанской области. Огонь! Огонь! Присутствующие на церемонии почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны, минуты молчания и возложили цветы на свежую могилу красноармейца Лукьянова. Валерий Седов, телекомпания «Город». «Город». Продолжение следует...